Всем привет! Меня зовут Вадим. Я вам расскажу о мифах в макроэкономике, а также о некоторых макроэкономических процессах, которые влияют на нашу жизнь. В макроэкономике много тем для обсуждений. Я выбрал несколько, и вот о чем я расскажу. Первое, откуда берутся экономические мифы. Второе, это большая тема про деньги, про создание денег через механизм кредитования и создание в Центральном банке, по сути, эмиссии от денег. Потом про денежную политику правительства, про государственные долги и в целом, как относиться к экономическим мифам. Итак, прежде чем перейти к конкретным темам, поговорим, откуда же появляются экономические мифы, потому что во многом они допускаются самой наукой. Макроэкономика сложна тем, что в ней нельзя поставить эксперимент. У ученых есть только факты. Есть множество теорий, которые описывают одни и те же факты. В самом деле, мы же не можем взять еще одну землю и провести там какие-то эксперименты, что-то проверить. Мы можем оперировать только с тем, что уже получилось. В связи с этим возникает множество теорий, которые между собой связаны, переплетены. Доминирующая теория называется неоклассика, именно ее преподают в университетах. Также параллельно с неоклассикой развивался марксизм, но после развала Советского Союза его стали быстро забывать. Также существует много других теорий, про некоторые из которых вы, может, даже и не слышали, но все эти знания, все эти объяснения, они друг с другом переплетаются, накладываются. И получается большая неразбериха, что откуда пришло. Кроме того, в доминирующей теории в неоклассике есть склонность обвинять кого-то в том, что что-то происходит не так. Это из-за того, что неоклассика в своих основах утверждает, что у нас есть равновесие и рост за счет инноваций. А если мы имеем какие-то проблемы, кризисы, значит, кто-то ведет себя неправильно, и нужно найти того, кто виноват, и убрать его, поменять. Поэтому большинство экономических мифов имеет структуру такую, что кто-то в чем-то виноват. И мы будем с ними разбираться. И перейдем к теме, откуда же у банков берутся деньги. Первое распространенное мнение, ну или, по крайней мере, первое приходящее в голову, это то, что банком владеет банкир, богатый человек, который дает свои деньги в долг под процент и на этом зарабатывает. Другую крайность предлагает австрийская экономическая школа. Она утверждает, что банк создает деньги из воздуха по мере надобности. Это может показаться нереальным, но есть объяснение у австрийской школы, как так может получаться. И действительно оно имеет место в каких-то ситуациях. На самом деле большинство банков работают по такой схеме. Банк берет депозиты у людей, и из этих депозитов выдает кредиты. Часть оставляет у себя в качестве резерва, а большую часть, порядка 90% денег, он выдает в качестве кредита. Банк поступает честно, он не создает деньги из воздуха, он свои личные деньги тоже не использует. Он просто устраивает такой вот оборот. И если вы обвиняете банк в том, что он предлагает вам сильно дорогой кредит, вспомните, что почти все заработанные деньги он должен отдать владельцу депозитам. Тем не менее, банковская система может непредумышленно создавать деньги. Вот представьте, человек пришел в банк, положил деньги на депозит. Банк выдал кредит из его денег, деньги там покрутились в экономике и опять ушли на депозит. И так пошло дальше. И вот видите, количество депозитов все время растет, а количество реальных денег не меняется. Если вы там в конце этого процесса спросите каждого человека, сколько у тебя денег, все это просуммируете, окажется, что у них сильно больше в сумме денег. Можете видеть, что уже на третьей итерации у нас депозитов 271 доллара, хотя реальных было изначально 100 долларов, и они остались изначально 100 долларов. То есть денег стало больше. Вот это вот соотношение реальных денег и созданных кредитным процессом называется банковский мультипликатор. Он считается государственной статистикой, не напрямую, но считаются денежные агрегаты, из которых можно посчитать и мультипликатор для каждой страны. Также экономисты все еще спорят, к чему ведет такой процесс, такая вот деятельность банков. То ли это вызывает инфляцию, потому что денег становится больше и деньги дешевеют, то ли же это вызывает дефляцию, потому что деньги реально лежат в банках. Вот экономисты все еще спорят, и поэтому там об этом судить нам трудно. Другой механизм создания денег – это создание денег в центральном банке. Он их печатает. Распространенное мнение такое, что выпуск новых банкнот в обращении бумажных – это вызовет у нас инфляцию. Это легко представить, потому что центральный банк напечатал деньги, значит денег стало больше, это вызовет инфляцию. Но это не всегда правда. Это неправда. Во-первых, центральный банк, когда он печатает банкноты, он не просто так их кому-то отдает, вот просто так. Он выдает их коммерческим банкам в обмен на безналичные деньги, и количество денег в обороте не меняется именно при вот этом процессе. Тем не менее, кроме того, центральный банк может создавать безналичные деньги и выдавать их коммерческим банкам в кредит. Вот это уже является созданием денег, но и оно не всегда приводит к инфляции. Например, новые деньги могут создаваться для того, чтобы покрыть падение кредитного мультипликатора, про который я рассказал, который создан кредитными деньгами. Вот график кредитного мультипликатора денежной базы и денежной массы в США за последние 20 лет. Вы видите, что в 2008 году, до 2008 года, мультипликатор был стабильен, и он составлял где-то 10 долларов, созданных кредитными счетами, на один реальный доллар. Но кризис 2008 года привел к тому, что мультипликатор начал резко падать. В то же время США начали очень активно печатать деньги, и их обвиняют в том, что они там просто немеренно печатают денег, и непонятно, куда они идут. Они идут вот сюда. Падение кредитного мультипликатора вызывает то, что у нас снижается и денежная масса общая. Но чтобы она не падала так сильно, США увеличивают денежную базу таким образом, чтобы произведение мультипликатора на денежную базу держалось стабильным, и у нас денежная масса не менялась. Тем не менее, печатание денег может приводить к инфляции. Инфляцию вызывает прямое финансирование госрасходов и наивные попытки повысить социальные стандарты. И вот про социальные стандарты. Почему же нам не повышают пенсии, зарплаты и все, что обещают? Посмотрим, например, Германии 20-х годов. Германия под давлением профсоюзов повышала социальные стандарты, зарплаты, какие-то другие социальные выплаты просто за счет госрасходов. Это приводило к тому, что у людей появлялось больше денег, расходы росли и цены росли. А профсоюзы вновь приходили к правительству и требовали еще раз повысить. Этот процесс повторялся, в итоге они разогнали инфляцию до такого уровня, что дошли до выпуска Банкнот с 14-ю нулями. Такое явление называется гиперинфляцией. Хорошим решением проблемы гиперинфляции явилось отделение Центрального банка от правительства и запрет прямого финансирования правительственных расходов Центральным банком. Правительство теперь, как любой субъект экономики, может только брать займы на общих основаниях где-то в экономике, в коммерческих банках, но не приказывать Центральному банку что-то делать. Центральный банк самостоятельно следит за экономической ситуацией и принимает решения про экономику самостоятельно, независимо от расходов бюджета. Итак, выделили Центральный банк. Что хорошего он может сделать? Например, он может в какой-то мере контролировать валютный курс. Ну и тут же сразу такой вопрос, а почему бы нам не поднять валютный курс, ведь народу только лучше, если там гримна будет крепче. Этот процесс держивается двумя обстоятельствами. Первое. Сколько Украина в целом зарабатывает иностранной валюты, столько мы можем и тратить иностранной валюты. Если, например, мы экспортировали зерна столько, что хватит на 10 автомобилей импортных, то мы и должны держать курс таким, чтобы хватило на 10 импортных автомобилей. Больше мы просто не заработали. Второе. Это то, что курс национальной валюты контролирует стоимость рабочей силы. Нам же не меняют зарплаты каждый день, большинству. И если укрепляется национальная валюта, значит растут реальные доходы населения. Но для государств, которые развиваются на иностранные инвестиции, то есть какие-то американские дяди приехали и наняли здесь людей, для них это плохо, потому что придется платить больше зарплату, выраженную в долларах. И поэтому страны, развивающиеся, на самом деле они даже конкурируют между собой за иностранные инвестиции. А конкурируют они таким образом. Они понижают курс своей национальной валюты, чтобы сюда пришло больше работы, чтобы у людей просто была работа, а не просто чтобы кому-то одному хорошо было. Лучше уж пусть будет работа у всех, но не у кого-то одного. Также центральный банк может контролировать количество денег в обращении через ставку рефинансирования. Этот механизм используется гораздо чаще. Ставка рефинансирования – это стоимость кредита для коммерческих банков, когда они занимают деньги в центральном банке. Повышая ставку рефинансирования, центральный банк уменьшает количество денег в обращении, а понижая, он увеличивает количество денег в обращении. Работает это следующим образом. Когда коммерческим банкам, как правило, нужны деньги, для того, чтобы обеспечивать резервы, проводить операции по вкладам, ну и просто иметь какие-то свободные деньги всегда хорошо. Есть два источника денег для коммерческих банков. Первый – он может привлечь депозиты у населения. Второй – он может взять в долг в центральном банке по этой ставке. Если ставку центральный банк держит низкой, например, 2%, 0,5%, то частным банкам депозиты неинтересны. Они будут ходить и брать деньги в долг по 2%, сколько там дает центральный банк. Но если центральный банк поднимет ставку высокую, 30%, то тогда уже и у населения коммерческие банки будут брать ставку по 30%, тоже примерно такую же. Это приведет к тому, что больше людей понесут деньги на депозиты, меньше будут брать кредитов, количество денег в обороте уменьшится, инфляция остановится. И посмотрите, украинский центральный банк с 2013 по 2015 годам поднял ставку с 6 до 30%. Это экстремальная, но вполне оправданная мера по стабилизации экономики. Были какие-то причины кризисов, центральный банк с ними боролся. Он там не просто фигнёй занимался, там всё серьёзно. Но сейчас более-менее ситуация успокаивается, ставку опустили. Ну и под конец немного про государственные долги. Многие не понимают, как страны, например США, Япония, ещё некоторые живут с таким огромным долгом, что просто невероятные цифры там. Вот сейчас я расскажу, как они живут и хорошо ещё живут при этом. Прежде всего нужно знать, каким образом меряет государственный долг. Первый и самый простой способ – это сколько просто государство должно кому-то. Просто абсолютную величину выраженную в долларах. Это цифры можно найти, но понятно, что это не совсем объективно. Нужно же как-то сравнивать, а сколько страна зарабатывает и сколько она должна. Вот соотношение доходов в стране и долга. Вот это уже более часто применяемая картинка – отношение госдолга к ВВП. То есть соотношение госдолга и сколько страна всего зарабатывает. И вот уже на ней видно, что США должны больше, столько много, что они даже за год не выплатят. У них долг сейчас, по-моему, 104%. У Японии долг больше 200%, то есть вообще швах. Тем не менее, живут и вроде как не жалуются. Дело вот в чём. Прежде всего, нужно знать про такое явление, как рефинансирование долга. Суть явления в том, что государство, должник, берёт кредит какой-то на один год, допустим, на один год. А через год он уберёт новый кредит, из него выплачивает старый. Ну, ещё может что-то остаётся, или может она там решит проводить политику выплата долга и ещё там что-то доплатит. То есть из-за этого создаётся впечатление, что государство никогда не выплачивает долг. На самом деле оно всегда всё выплачивает, но постоянно берёт новые займы при этом. И теперь допустим, что государство решит провести такую политику, что вот мы не будем наращивать госдолг, заморозим его. Пусть он будет постоянно одинаковый. Тогда у нас же есть ещё процентная ставка по кредиту, она же не просто так даёт деньги. Мы должны вот эту процентную надбавку выплачивать из бюджета. И вот посмотрим теперь, что же будет, какая будет долговая нагрузка на государство, если оно будет выплачивать не весь долг из бюджета, а вот только вот эту вот процентную составляющую, а всё остальное рефинансировать за счёт взятия другого долга. Вот небольшой расчёт по нескольким странам. Посмотрим, например, на США. Долг составляет 104% ВВП, средняя ставка по госзаймам, это 10-летние облигации, 1,7%. Значит, получается, если они будут проводить политику замораживания уровня госдолга, они на выплату должны будут тратить 1,8% от ВВП. Это небольшая цифра на самом деле. А теперь посмотрите на Украину. У нас долг 79%, но ставка по трёхлетним облигациям, по-моему, у нас просто нет 10-летних, 17%. Получается, мы должны тратить 13% от ВВП на выплату госдолга в условии, что мы не будем его наращивать. Это очень большие цифры. Представьте, государство должно с нас как-то налогами собрать 13% всего, чего мы заработали, и отдать это просто, чтобы заплатить госдолг. И поэтому возникают проблемы именно с Украиной. Ну и в Греции похожая ситуация. В Греции тоже недавно были проблемы. Также обратите внимание на Японию. В Японии там особая ситуация. У них отрицательные проценты. Весной им удалось продать свои гособлигации по отрицательному проценту. И получается, инвесторы просто платят Японии деньги за то, что она хранит у себя их деньги. Вот такая ситуация там сложилась. Ну и под конец, как относиться к экономическим мифам? Люди часто спрашивают два вопроса. Кто виноват и что делать? На самом деле эти два вопроса содержат логическую ошибку, как уже была лекция. Дело в том, что если вы спрашиваете, кто виноват, то значит вы уже знаете, что делать. Потому что если вы спрашиваете, кто виноват, значит понятно, нужно найти виноватого. Наказать его, заменить тем, кто справится с задачей, и все, задача будет решена. Но что если вы там заменяете одного на другого, а проблемы остаются? На самом деле нужно спрашивать всего один вопрос. Что делать, когда никто не виноват? Просто что делать? Может быть стоит почаще ходить на лекции или делиться своими знаниями? Может вы можете решать проблемы страны и написать петицию президенту? Или может вы в конце концов можете найти новую работу? Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы, да? Нет, на заключение, конечно, вы говорите, кто виноват, что делать. Да, спасибо. И нужно доказать их людей, которые какую-то ошибку совершили. Положен. Но есть ли вероятность того, что вы такую же саму ошибку можете совершить, исправляя его ошибки? То есть его ошибки справятся только он сам. Потому что он уже прошел путь ошибок, понимаете? Тоже какая-то логическая катавасия. Ну, а есть ли это ошибки структурные? Ну, это нужно, мне кажется, все структуры решать. А если структура делится на какую-то часть, и каждая часть тянет свое, ничего не получится? Ну, я не понял, если честно. Да. А можно решить, пожалуйста, вы в начале года сказали, что была ситуация, когда страна проводила рекоменда по поводу ежемесячных выплаты населения у каждого жителя? В Швейцарии похожая ситуация на японскую. Вообще ситуация такая. Вот эта вот процентная ставка, она контролирует, как я сказал, уровень инфляции и дефляции. Ну, еще некоторые проценты, но основное сейчас упорно вот это. В Швейцарии сейчас очень сильная дефляция. Они очень сильно боятся, что у них начнется дефляционный шок, как было во времена Великой депрессии в Америке. Поэтому всеми силами они стараются накачивать деньги в экономику. В том числе под отрицательные проценты дают займы. Там тоже госзаймы отрицательные в Швейцарии. И вот это вот с выплатой денег, да, это с одной стороны просто способ дать людям деньги, ну, люди отказались. С другой стороны, я слышал такую версию, что это вот базовый уровень дохода, ну, во-первых, там, по-моему, речь шла о двух тысячах, что у них там, их них денег, это на самом деле небольшие деньги. Вот. Но взамен других социальных расходов, то есть государство могло бы там сократить себе те же расходы. Вот. Еще вопрос? Да. А вот если, допустим, Соединенные Штаты просто не захотят выплачивать долги, кто сможет их заставить? Ну, никто не сможет, то есть, а что значит не захотят? Ну, им понизят кредитный рейтинг, инвесторы испугаются, ну, то есть, понимаешь, они же там, Соединенные Штаты, это же не какой-то такой вот там магнат сидит один, это множество людей, это множество инвесторов, которые доверили свои деньги Штатам. А если Штаты им скажут, что мы вам больше не вернем, инвесторы уйдут из Штатов, все деньги уйдут оттуда. Да. Больше должей передать. Ну, какая разница? Да, да, да. А, вот там, вот. Мне просто обычно, когда говорят о госдолге в Соединенных Штатах, почему-то забывают, что большую часть они должны собственному пенсионному фонду и собственному фонду социального страхования. То есть, более половины они должны условно сами себе или... Да, ну, не сами себе, вот это важно, это важно. государственный аппарат должен деньги частным инвесторам. То есть, вот это. То есть, американцы американцам... Должны их там в Японии или... Да, не в Японии, то есть, они должны частным людям каким-то вот. А может, предыдущие с вами еще? Еще один. А что если вот уменьшать ставку кредита, чтобы меньше были выгоды по кредиту? Ну, смотрите, вот эта ставка по кредиту, это тоже величина подневольная. Вот вы про какую страну сейчас конкретно говорите? Про Украину. Про Украину. Хорошо. Вот эти вот гособлигации, они... Там, ставка, она не назначается. Они продаются на аукционе. Типа вот, а кто берет под 0%? Никто не берет. А под 10% тоже никто не берет. Вот по 17% у нас взяли, оказывается. Это рыночная. Да, она устанавливается вот так. И точно так же в Японии? И в Японии, да, в Японии проблема в том, что деньги некуда инвестировать. Слишком много финансовых денег, их согласны, так же вот уже под отрицательный процент. А это реально ставка, что сколько-то самых 13% это годовая? Потому что, ну, когда было сказание кредит от России в 3 варианта, он был под 5% в год, и кричали все, что это безумно дорого, 5% в год, вы покупаете... вот это ставка рефинансирования... Про уровень по ставку госдолга. Ставка госдолга примерно равна ставке рефинансирования. Если вы вкладываете деньги в Украину, то либо давайте уже, давайте дадим там, приватбанку деньги по вот этой большой ставке. Потому что он большой, но давайте ему дадим. Цифры в гривне, что ли, или в полюте? Вот эти в процентах? Ну, вот то, что там Украина, ставка кредита, что там, а, выплаты по кредиту, что там 13,5% это годовая в... Это годовая, да. Я говорю, по-разному было 5%. Вот эту величину вы вряд ли где-то, вот эту величину вы вряд ли где-то находили, я ее не встречал, сам считал. Вот вы может там встречали величину 17,2%, которая сейчас, то есть ставка по выплатам. Под какой процент нам дали долг? Еще вопросы? Да. Скажите, а вот острова так называемые, ну, налоговые растры, Манево острова, такие государства, как у них происходит наполнение бюджета, если они, грубо говоря, не занимаются ни производством? Ну, надо смотреть, надо смотреть на самом деле по разным странам, ну, если к вам съехалось очень много финансовых денег, вы их там обложили, та же там под полпроцента налогом, это уже будет много. Вот. Ну, и плюс еще есть всякие острова, которые живут на самом деле на добыче нефти, то есть там маленький островочек какой-то, который туда тоже много селсих. Ну, я на самом деле не знаю про страны Карибского бассейна, что там. Противно на вашей стране, что зелененький, то есть никому ничего не должно, хотя бы. Ну, может быть, может быть, что у них происходит, не изучал. Да? Если говорить конкретно про неэкономику, то, ну, я скажу просто, вот я сторонник теории неэкономики, поэтому цените об объективности сами. Вот. Основные положения в том, что неэкономика подходит исторически к вопросу. Мы изучаем историю и накладываем потом, из истории что-то вытаскиваем. А классическая она постулирует. Там постулат такой, сякой, вот скорее всего это работает так, строим теорию, изучаем теорию. Неэкономика изучает историю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok